Профессия бармена появилась в Америке во времена золотой лихорадки, тогда же смешали и первый алкогольный коктейль. В основном работать приходится по ночам и очень часто и долго на ногах, поэтому для бармена важно отменное здоровье. При работе с клиентами возможны разные ситуации, поэтому бармен должен обладать неконфликтным характером. Знание основ психологии тоже будет хорошим плюсом. Ну а что еще должен уметь бармен, мы сейчас спросим у Данилы. Данил, сколько лет ты уже работаешь барменом и, собственно говоря, что должен уметь человек, чтобы им быть? Ну барменом я работаю с той весны. Бармен это самый главный в баре. Он красиво подаст себе коктейль, поговорит с тобой, посоветует себе. Посоветует не в пользу себе, а в пользу тебе, как будет тебе лучше. Правильно построить речь и создать дружелюбную атмосферу, чтобы гости к тебе дальше приходили. Вместе с модой на здоровый образ жизни пришла и мода на так называемые здоровые коктейли. В любом фитнес-баре их приготовит тоже бармен, он же отчасти диетолог. Дмитрий, насколько я знаю, раньше вы готовили обычные алкогольные коктейли. Почему для себя выбрали вот такой накопитель? Скорее, это эксперимент. Эксперимент на смешение безалкогольных напитков. Многие перестали пить алкогольные напитки. И хочется удивлять, не хочется бросать профессию, хочется делать им вкусные напитки. И я перешел на безалкогольные ингредиенты. Как говорят сами специалисты, большинство рецептов фитобары пришли из баров обычных. Получается, это хороший способ насладиться любимым вкусом, и голова на утро палеть не будет. Мария Воронова, Олег Буланов, Новости, Телеобъектив.